Дата рождения И. Ф. Штейна неизвестна. Приблизительно, конец XVIII века. В начале XIX века Штейн приезжает из Силезии в Россию. В 1804-1807 году. Актер немецких театров Петербурга и Москвы. Затем становится антрепренером. Первую труппу составил из 15 крепостных детей. В последствии проданных графуз М. Каменскому, владельцу Орловского театра, в 1814 году держал антрепризу в Харькове вместе с А. И. Калиновским. В 1816 году в их труппу поступил М. С. Щепкин. Штейн построил в Харькове здание для театра и стал его единоличным антрепренером. В 1817 году ведущие актеры Штейна М. С. Щепкин, П. Е. Барсов, И. Ф. Угаров, Т. И. Приженковской ДР, покинули Харьков и организовали театр в Полтаве. Однако после его закрытия вернулись к Штейню. В 1820-е годы в антрепризе Штейна работали 40 актеров. В том числе Л. Ю. Младковский, Л. И. Младковская, Острякова, Н. Х. Рыбаков, К. Т. Соленник и 20 оркестрантов. Это была самая большая провинциальная труппа. Регулярные спектакли игрались одновременно в Харькове и Курске. Театр выезжал на гастроли в Тулу. 1823. Одессу. Сезон 1827-28. Киев. 1830-1834. По талантливости актеров театру Штейна тоже не было равных в провинции. Здесь ставились балеты, мелодраммы, водевили, а также Песу, Шекспира, Ф. Шиллера, Мольера, Д. И. Фанвизина, И. П. Котлеровского. В 1831 году Штейн первым в провинции. В Киеве. Поставил. Горе от ума. Обойдя цензурные запреты. В 1833 году Курская труппа Штейна распалась. Л. Ю. Младковский, Л. И. Младковская, Н. Х. Рыбаков, К. Т. Соленник основали собственную труппу. Остальные актеры уехали с Штейном в Харьков. Вскоре антрепренер прекратил свою деятельность.